за 5 евро можно поесть вот такую порцию разных вкусняшек видите курицы и вот здесь вот это кускус и еще всякие такие ништяки как говорится или же вот тоже самое только уже с другим мясо мясо холеное сейчас находимся в самом или в одном из самых так сказать криминальных районов этого города который называется бобес кто знает тот знает здесь такая своеобразная публика вот всем кто есть с вождем приятного аппетита вот такая вот сегодня публика у нас смотрите друзья внимательно посмотрите сейчас я поставлю камеру вот смотрите с кем мы сегодня трапезно просто внимательно смотрите возможно вы тоже узнаете человека узнали сделаю небольшую подсказку это не родственник садама усилий это человек путешествует по миру покидаем друзья чудесное заведение не зря но достойно трех пришли просто взялся пачага пачага видите этот повар это было ланки у вас так от души поели вот смотрите вот такие вот здесь сцена ведь за 5 евро то можно нормально так поесть сюда конечно не ходят туристы то есть это такой конкретно самый считается криминальный такой район вот здесь наркота ворованные телефоны в общем все что в таком русле касается да здесь все это происходит туристам категорически не рекомендуется здесь селиться также приходить сюда прогуливаться то есть находиться в этом районе но я как вы понимаете не турист истинный парижанин тем более воль свободы по чангирской империи и имею право находиться там где хочу и проживать там где хочу поэтому буду вам показывать что же здесь у нас сегодня происходит и как выглядит этот райончик здесь все происходит от наркота продается друзья мы сейчас покидаем этот опасный район едем в другой опасный район так уж получается что все наши дела почему-то в криминальных районах разворачивается хотя как вы знаете вождь чтит уголовный кодекс и и и и и и и Находимся в Сан-Виде, друзья, в очередном криминальном районе этого города. Вот как-то ночью здесь, может, умел наглость переночевать в салоне красоты. Вот ужасно хотел спать, зарулил. Пачанго, пачанго. И утром меня разбудили люди, больше похожие на орангутангу, с конкретно антипачангельскими настроениями. Слава богу, мы нашли общий язык, я нормально выспавшийся продолжил свой путь. Друзья, мы находимся в типа ломбарда, это место в самом криминальном районе этого города Парижа. Сюда приняли, да, троих уже только что при нас приняли. Слышите, полицейская сирена здесь постоянно бежит. И, видите, вот этот человек стоит, он тоже что-то принес свое сдавать, видать, скорее всего, воровал. Это место Кэш-экспресс, то есть быстрые деньги. Вот пришел, барахришки скинул, как говорится, и пошел дальше. Мы тоже сюда пришли вот такой вот телефон скинуть, но в отличие от всех, которые здесь приходят, этот телефон не ворованный, то есть Москвой. Сейчас, если получится, узнаем, сколько ведут за 5-й С. Интересный магазин. Здесь, видите, здесь все бушное продается. Вот, смотрите, полностью и техника, и компьютеры, и телефоны, чего здесь только нет. Мы сейчас находимся в самом таком криминальном, так называемом, районе. Это местечко Сан-Дени называется. Здесь облавы, то есть ночью здесь лучше не ходить, а днем лучше тоже не ходить, если у вас с бумагами не в порядке, потому что облавы здесь происходят, и можете, как говорится, не по делу попасться. Ну, вот такой интересный, своеобразный магазин, где много разного барахришка продается. Так, ну что, двигаемся дальше. Сейчас покидаем этот криминальный район и едем в следующий криминальный район. Так, полиция высыпает. Смотрите, сколько полиции вышло. Все, чувака повязали. Полиция везде. Ночь. Теребятушки тут на районе. Дозу не поделили. Вновь возвращаемся в район Барбес, или Балбес, как я его называю. Пачанга, пачанга. Да, вот так вот, друзья, выглядит самый криминальный район Парижа ночью. И мы здесь гуляем, как вы видели. А если запах отправят? Да, если запах отправят, то они не будут, они канал больше не будут заходить, перестанут смотреть отзор ТВ. Друзья мои, я, конечно, с одной стороны, очень сожалею, что нельзя передать всю атмосферу, в том числе и этот запах, который здесь стоит, в этом самом криминальном районе Парижа. Но, с другой стороны, я рад, что вам его нельзя передать, потому что такая здесь же. Здесь, в общем, все. Здесь наркота, левые сигареты, вот, в общем, техника, телефоны. Мы здесь тоже, конечно, подозрительно ходим, бродим. Сейчас как-то обойдем это все дело. Вот тут машина, видите, разбитая. В этом районе, друзья мои, самые крутые чуваки, это барыги на районе, самые уважаемые. Вот, смотрите, полицейский участок тоже, он, видите, бомбил, кто-то его бомбил. Недовольные, так сказать, брали штурмом его. В общем, как-то вот так вот здесь. В общем, банда моя ситуация здесь такая. Вот у этого чувака произошла непонятка с какими-то беспредельщиками. Может быть, местными беспредельщиками, может быть, не местными, но в любом случае все это произошло в этом самом криминальном районе Парижа. И вот он сейчас за эту тему зачесывает. Он сам хочет жить, то есть по Пачанге, хочет добра, хочет счастья, хочет свободы, да, вот, и ищет защиту его. Хочет, так сказать, войти под крыло Пачанге и нормально, свободно жить. Вот, кто лучше понимает, просто переводить с дам. И также пишите, что думаете, будем его брать? Сможет он жить настоящей Пачангинской жизнью? Так, ну что, банда моя, мы двигаемся дальше. Отошли немного от самого криминального района Балбес, где приняли нового члена нашей Пачангинской банды. Принял я его, так сказать, на испытательный срок. Если познает суть Пачанги, сказал обращайся, то выдам паспорт. Пока же, как говорится, двигайся вперед, да. Ну что, мы находимся в местечке, которое называется Пегаль. Это очень известное место в Париже. Это улица красных фонарей. Если вы помните, я вам уже показывал улицы красных фонарей в разных городах. И в первую очередь показывал эту улицу в Амстердаме. Там она реально так и есть, улица красных фонарей. Вот, в разных городах они, естественно, друг от друга отличаются. Люди, которые сюда прибывают, особенно, кстати, русскоговорящие, прибывают на улицу красных фонарей. Ну, это мужская часть населения, я сейчас говорю. С одной целью это, извиняюсь за выражение, никого не хочу обидеть, с целью приобрести мясо. Мясо, которое продается не по килограммам, а по часам. Но у них наступает разочарование, так как на улице красных фонарей мясо по часам не продается. Точнее, оно продается, но на это мясо можно только поглазеть. Вот видите, вот эти вот все места, которые мы сейчас проходим, вот эта вся улица красных фонарей, здесь все одни шоу. То есть вот эти заведения, кабаре, в том числе и главное кабаре, мулен-руш, до которого мы сейчас дойдем и которого я вам покажу, вы сейчас увидите его. То есть здесь одни развлечения. Вы идете по улице, вам могут сделать такую заманушку, типа заходите, там шоу, не шоу, какую-то маленькую цену назвать, там не знаю, 20-30 евро, да, там сказать, что напиток входит в цену. И если вы туда зайдете, то идет просто обычная раскрутка, этим словом, так называемая консуммация. Вы заходите, особенно это делается на пьяных людей, то есть которые уже подвыпившие, они уже, так скажем, деньги ляжку жгут, да. Друзья, вот вы сейчас видели, только что пронесся велосипедист, и он сделал такой маневр, так, типа такого, то есть это говорит о том, что он предлагает какую-нибудь отраву. Вот, ну, здесь свои, в общем, такие сигналы, одним словом, которые кто здесь уже как бы крутится, скажем так, да, понимает. Здесь очень много барыг, вот, эти, которые сидят, вот они тоже, скорее всего, я не буду 100% утверждать, но скорее всего. То есть такая здесь своеобразная обстановка. И вот, возвращаясь к красным фонарям, значит, заходите, естественно, к вам подсаживаются, которые заказывают, там, шампанское заказывают, еще что-то заказывают, и там 200-300 евро может бутылка вам выйти, которая на самом деле вообще копейки стоит. То есть идет такой чистейший воды развод. Сама вот эта вот атмосфера, которая внутри происходит, она таким образом построена, та же охрана, то же мясо, которое вокруг вас крутится, да, те же там обслуживающий персонал. Это все сделано так, чтобы вы распрощались со своими деньгами. Вот они, видите, вот заведение, смотрите. Лядиева, там, не Лядиева. Это, в принципе, уже такое большое заведение. А в основном они такие маленькие, небольшие, такие полуподвальные даже заведения, где все вот эти темы разворачиваются. А вот там у нас, видите, буллинруш. Что-то поискаться, до него с вами дойдем. То есть вот такая тема здесь. Вот, смотрите, буллинруш. Так выглядит. Где-то около 200 евро стоит туда вход. Там и входит туда шапанское, входит, входит на ужин. То есть поесть, посидеть, посмотреть. Все, это стоит примерно 200 евро билет. И прямо вот здесь вот можно заказывать. То есть заходите на кассе, билеты в основном продаются. Или же у них есть свои сайты. То есть там тоже можно заказывать. Ну что, друзья, такая вот улица красных фонарей. Такой вот мулинруш. Надеюсь, вам понравилась прогулка с вождем. Про сам мулинруш я вам подробно так рассказывать не буду. Скажу лишь, что это самое известное КБР в мире. И открылось оно, когда был открыт мой офис в этом прекрасном городе Парижа. То есть когда открылась Эфелева башня. И за эти годы КБР Мулинруш посетила огромное количество известных людей. В том числе и Лиза. Та самая Лиза, которая не пустила вождя в Лондон. То есть смотрите предыдущее видео, кто пропустил у нас эту тему. Но я думаю, что и до Лизы тоже дойдет Пачанга. И мы все-таки попадем в Лондон. А если даже не попадем, ничего страшного. Потому что нам все равно нужен не Лондон, а солнечная Калифорния. Вот такая вот она, друзья мои, житуха у нас тут у Парижа. Да, находимся в местечке, которое называется Пеганг. Сейчас часа 2-3 ночи сейчас. Напротив меня сидят очень два подозрительных типа. Я даже не решаюсь повернуть камеру в их сторону. За кулисами, да-да-да. В общем, банда, такие дела. Париж, Париж. Ночной Париж. Смотрите, дальше будет еще интересно. Так что вот такая вот эта улица, друзья мои, красных фонарей. А то, что ищут те, которые, как говорил Гиды Мопассан, ближе к телу, находятся совсем не здесь. Оно находится на той самой улице, которую я вам уже показывал. То есть на той самой криминальной улице, которая называется Руэс-Сан-Дени. Вот там вот уже вы идете по улице, особенно ночью, да, к вечеру подряд, они все стоят. И в отличие от Амстердама, того же, да, для самой известной улицы красных фонарей, на Сан-Дени стоят не за красными окнами. Там нету мигающих лампочек, нету мигающих вот этих вывесек, да, ничего такого нету. То есть просто стоят, и они не имеют права к вам приставать. Но вы сами по их виду, то есть можете спокойно их узнать. Вот также по закону они не имеют права иметь сутенеров, и не имеют права, то есть чтобы это были бордели, да. То есть это именно какие-то квартирки, какие-то отельчики. И они сами как бы по себе, каждая сама по себе типа работает. Хотя, конечно, вот этот грязный бизнес весь, то есть эти сутенеры, все это, естественно, все это крутится, это огромные-огромные деньги. И реально все тем, кто... Многих людей, кто этим занимается, их реально полиция ловит. То есть я имею в виду сутенеров, людей, которых привозят этих девушек, да, в том числе из стран бывшего совка. Пачанга, пачанга. Нет, нет, спасибо, дам. Вот тут облику морали. А так, друзья, они не заманивают. Но это на шоу. А те, которые предлагают свое тело на том же Сан-Дени, они так не могут тебе приставать. Они стоят в своих темных переулках, троятся куточкам, недвусмысленно на тебя смотрят и ждут, пока ты сам подойдешь. Ну, разборочкой с ней придут. На улице бегали. Продолжается ночь на улице красных фонарей, друзья мои. И мы двигаемся вперед. Вот такая вот здесь настоящая парижская жизнь. Вообще не знаю, зачем я вам все это показываю, если так серьезно говорить, да. Понятное дело показываю и рассказываю, потому что сам оказался здесь и в данный момент живу всем этим. Но с другой стороны, я абсолютно не могу понять, для чего. Потому что все это, какая грязь. Просто какое-то большое одно убожество. То, что здесь происходит. И мне вроде и нравится все это, да. Потому что настоящая парижская жизнь, которую можно прожить, только хочешь, не хочешь, оказавшись во всем этом. А с другой стороны, хочется чего-то настоящего. То, что не продается, не покупается. Какого-то светлого. Окончен балл. Погасли свечи, друзья мои. Мулен Руж закрыт. Красная мельница не крутится. Пожалуй, на сегодня буду заканчивать. Смотрите Анзор ТВ. Оставайтесь свободными. Польчанка полная. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.